Друзья, приветствую вас в очередной раз передачи перед туром. Я Роман Алтухов. Мы вернулись в нашу более уютную домашнюю студию. Сегодня со мной два человека, как я и обещал, ребята из Арсенала. Денис Ильин, капитан, который, кстати, забил, насколько я видел, в последнем туре. Сумасшедший гол. И игрок Арсенала Алексей Юрьев. Ребята, привет, спасибо, что приехали, как всегда. Ну что, обсудим 27-й тур. Для начала, наверное, ваш матч с Кардиффом. Я думаю, что один из самых интересных матчей в этом туре был. Ну, вроде как центральный, как говорили, как все отметили. Расскажите, как что произошло, как ты забил? У нас свой гол, обрисуй, покраска. Ну, что сказать. Центральный матч попытались собрать максимальное количество добротного народа. Ну, процентов, наверное, на 70 состав приехал. В принципе, собрались на эту игру. Был определенный заряд. Понимали, что Кардифф на подъеме. Что Кардифф побеждает почти всех. Ну, кроме, наверное, первой пятерки. Набрали ход. И нужно было сыграть очень внимательно, четко. И реализовать свои моменты. Но реализовать все, конечно, не получилось. Нервотрепка небольшая тоже была. Но в целом справились с игрой. Если исключить пару ошибок, которые, в принципе, почти сами себе мы придумали, то в целом игра получилась. Забили 7 мячей. Это нормальный результат. Вот. Даже, да, я кривой хромой один забил. Но там вратарю мне подарил этот гол. Спасибо вратарю. По-моему, удар был вообще не берущийся. Да, удар был просто дикий. Так мало кто может забить. К сожалению, для вратаря Кардиффа не получилось ему наказать Арсенал, как он до этого хотел. Ну, и Ньюкасл, собственно, тоже не получилось до этого. Но у Ньюкасл они были близки. Близки. Они были очень близки к этому. Ну, не все к Ату Масленице. Поэтому, в принципе, наверное, по делу. Игра была достойная. Без каких-то грубых фолов. Без скандалов. Неплохое судейство. В целом, ну, нормальный такой добротный центральный матч получился. Ну, не знаю, Леха, может, что добавишь? Может, у тебя что-то запомнилось? Единственное, что могу добавить к этому. В Баронке мы, конечно, играли не очень хорошо в этой игре. Были определенные ошибки. Ну, это у нас в каждой игре, я скажу. И даже, мне кажется, это немножко перешло на сбору в Атландии. В игре против Германии. Я был немного удивлен. Ну, а так, я считаю, что мы Кагиев победили по делу. Даже когда ребята сокращали разницу в счете, мы буквально через минуту, через две забивали им еще и восстанавливали статус два мяча. Я думаю, если бы даже Кагиев сравнял, мы бы нашли в себе силу и забили бы еще один гол. Победа по делу заслужена, считаю. Посмотрим, как бы дальше все складывается. Кагиев стоит только отметить с положительной стороны, в плане того, что это реально команда, это коллектив. Там нету прям таких сильных вопросов, таких топовых, да? Ну, может быть, кого-то обидим, может, они так себя считают. Как бы вот, но как команда, как коллектив, очень красиво все связано. Плюс на поле все бьются до конца, то есть каждый момент, каждый момент они дорабатывают. Там нет такого, у них, чтобы кто-то потерял мяч и остановился, они сразу вступают в отбор, друг за другом, и у этого у кого-то понравилось. Да, установка примерно такая, что кто не дорабатывает, сразу же садится на лавочку и выходит другой. Очень хорошая установка, да, всем бы такой тактики придерживаться, и чтобы она давала результат, и вообще, мне кажется, каждый тур будет центральный. Центральный, да, наверное, каждый тур. Каверзный вопрос по поводу вашего матча. Очень каверзный. Очень каверзный, да, центральный матч, яркое событие, да, и счет такой достаточно интересный. Один момент, который запомнился больше всего с этого матча каждому? Ну, мой обводящий. И его обводящий, да? И его. Мой обводящий, я просто говорил, что я его тренирую, у меня просто был момент, когда при счете 1-0, по-моему, я там не забил, в играх несколько человек, и мне кто-то сказал, убей на силу. А, да, по-моему, я ему сказал, что я тренирую обводящий, и потом, в втором тайме, я все-таки попал. Ну, не знаю, я бы отметил, наверное, ключевый момент не столько к игре, а столько к нашему вратарю. Хотел бы его выделить, о том, что это наш третий вратарь. Да, согласен. Третий вратарь, в смысле, третий за сезон, или третий? Это вообще и третий вратарь наш, и за сезон, и третий по своему статусу вратарь, да. И он очень достойно проводит игры, и ответственно подходит к этому. Ну, он сильно помогает. Да, то есть, многие будут подумать, да. Начиная с его составила в кубке, вот заканчивая кардифом, на самом деле, он очень помог. Несколько важных, ключевых эпизодов он подспас. Да, многие, наверное, подумали, что это, наверное, и наш основной вратарь, если так и не знать, в целом. Вот я бы, наверное, отметил, он добавил уверенности, и эта уверенность передалась, то есть. Ну, когда вратарь играет хорошо, команда тоже играет хорошо. Так, какие-нибудь другие матчи видели, слышали что-нибудь? Ну, мы почти весь матч застали перед нами. Вестхэм Болтон. Вестхэм Болтон, да. Прямо, скажем, не очень интересная игра. Ну, там, честно говоря, и горит особо нечем. Болтон вообще не собрался. К сожалению, да, неприятно приезжать и видеть картину, когда у нас 27-й тур был. Команда должна иметь две формы. Команда играет в манишках. Так, что, как я понимаю, она еще борется за выживание. То есть, как бы едет, надо приезжать, собираться и выигрывать, как-то писаться в отечки. Ну, именно поэтому они борются за выживание, потому что практически весь сезон там у них проблемы с составом. Ну, да. Там играет Костелем во втором тайме за них, чтобы просто ребятам немножко поинтереснее было. Черногаев становится в рамку, вот. Ну, конечно, не хотелось бы... Ну, маршет абсолютно... Да, хоть у нас маленькая... То, что я посмотрел по статистике, что Черногаев забил 6, это было все... Это было первое тайм, да. Наверное, еще отдал там 5, наверное, про то, что забил. Да, вот. Ну, там уже Гребнев в нападении играл. Ну, что рассказать, как бы, ну, вот. Такой матч мы увидели, хотелось бы, конечно, чуть интереснее увидеть, что это было. Ну, вот так. По счету, ну, я-то понимаю, что остальные не видели, но по счету, чисто вот по результату, какой-нибудь удивил вас матч в прошлом туре? Ну, если вот сейчас я оттолкнусь от результатов, даже не знаю. Мне кажется, Фулхам-Ливерпуль для матча в таком формате 0-3 слишком мало голов забито. Ну, и я думал, что Фулхам не соберется, вообще так думал, и Ливерпуль забьет больше. По-моему, что-то, что у них все-таки есть СИЗОВ в атаке. Ну, да, СИЗОВ очень хороший регион. Может быть, его там не было, или он... Кстати, вот я не знаю, был-не был, но я знаю, что он не забил. А, ну, это тогда очень странно. Ну, если без главного Голиадора команда забивает 3, уже тоже неплохо. Да. Вот. Ну, и, наверное, еще Нотингем Нью-Брайтон. Нью-Брайтон, походу, подсобрался. Второй раз дают борь. Да, дают борь. Да. Нотингем умеет играть в футбол, хоть эта команда тоже внизу. До этого Нью-Брайтон выиграл у Нью-Брайтона в 2 мяча, да, по-моему, 9-7? Ну, там 9-11. А, 9-11. Да, то есть Нью-Брайтон забил 9 и проиграл в 2 мяча. Это очень классно для них. Хотя они, по идее, уже должны были успокоиться. Ну, очень приятно, что команда не бросает, да, доигрывает турнир, как бы, не в плане того, что доигрывает. Да, проводит сезон. Ну, очень здорово, ребята молодцы. Если они подтянут кого-то в следующем году в чемпионшипе и вернутся обратно к НПЛ, то будет очень хорошо, приятно будет играть. Ну, уровень чемпионшипа еще поднимется в следующем сезоне, так что им будет непросто. Но вполне возможно, да, я согласен. А так, в принципе, все остальное, наверное, ожидаемо, да. Ну, что, ладно, с предыдущим туром тогда закончили, поехали к нынешнему туру. По расписанию первой же игрой у нас будет играть Вулвер Хэмптон, который на данный момент на первом месте идет, да, против Болтона, который мы видели в прошлом туре. Мне очень приятно на это было смотреть. Тем не менее, матч состоится. Как вы думаете, что будет? Давай, Лех, начнем. Ну, если они так же соберутся, как и с Вест Хэмпом, я думаю, будет абсолютно такая же картина. Я не удивлюсь, если какой-нибудь лидер Вулвер Хэмптон в втором тайме зайдет и будет играть за Болтон. То есть, я как бы вообще, я этому не удивлюсь. Да и даже если Болтон соберется, будет очень тяжело. У Вулвер Хэмптон сейчас хорошие шансы занять чемпионство. Им нужно от игры к игре показывать еще более классный футбол, увеличивать разницу. Ну, я думаю, команда соберется, никого недостроя не будет. И здесь будет, я думаю, если Болтон соберется, у них будет 8 человек. Я думаю, 7-8 минимум победы в двух Хэмптон. 7-8 голов не соберется, там даже в бою счет будет очень крупно. Ну, да. Ну, что добавить? Добавить особо нечего. В Вулверу нельзя терять очки и нельзя терять в классе игры своей. Вот. Поэтому, как всегда, Эрвин, как все остальные матчи сезона, приедет играть на победу. Приедут люди, которые способны на победу добыть. Тем более с Болтоном, у которого сейчас не то что с игрой, а с составом проблемы. Поэтому очередной раз Болтон будет пытаться что-то показать. Но, я думаю, ничего не выйдет. Не думаете, что может эта игра немножко, ну, не подкосить, но к минус пойти в Уверхэмптону? Именно с точки зрения того, что против них будет играть, там, возможно, команда без состава. Возможно, расслабленная игра совсем будет. А конец сезона и надо. Да, честно говоря, не думаю, потому что у них реальный шанс сейчас взять чемпионство. Они сколько бежали за Ньюкаслом, если так можно выражаться, по турнирной таблице. И там Ньюкасл раз вступился, два вступился, они сейчас его перегнали. Хоть у Ньюкасла есть игра в запасе, двиговочка. Но для Вульвера реально это сейчас реальный шанс набирать очки и в каждой игре играть. Да, возможно, там будет некоторая халатность в игре, но это им все равно не помешает. То есть, там, не знаю, там после футболка у них есть несколько хороших команд, но они все равно будут выходить. Да, будут здесь. И на хорошую команду они приедут, настроятся и будут играть свой хороший футбол. Поэтому, я думаю, это не помешает. Я согласен полностью, я знаю, как проходит примерно и слышал установки на каждую игру, как проходит сбор игроков перед игрой, там неважно. Ну, у Эрвина самая главная установка, это даже если они выигрывают 10-15 мячей, это забивать, забивать, забивать. Плюс у Эрвина есть двойная мотивация, он на всякий случай делает это. Тогда, я думаю, чем более проблем. Поэтому, да, будет, допустим, 15, он скажет, нужно 20, поэтому давайте все вперед. Ну, я с вами полностью соглашусь, тут очередный фаворит Уверхэмптон, без вопросов. Они должны выигрывать. Поехали дальше. Центральный матч, наверное, я думаю, вы согласитесь. Давно не было хороших вывесок, именно вывесок первой пятерки. Да, да, да. Нью-Кассел против Уотфорда, и Уотфорд в таком, я так понимаю, более усиленном, чем в последнее время составе, да? И Нью-Кассел, в общем-то... Да, Нью-Кассел в последний раз я видел в кубке, точнее, в финале Лиги Европы, в финале, вот, приехали, наверное, все лидеры, которые вообще заявлены, вот. И Уотфорд я не видел давненько, но я и хорошо знаю. На Уотфорд я немножко пересмотрел свои отношения в плане, я думал, как, ну, коллектив, то есть какие-то люди, они немножко смывались в общем, да, потоке. То есть нельзя было распознать игру определенного игрока в полном его, как бы, да, контексте. Когда я увидел ребят, которых мы просматривали и в итоге взяли, да, по отдельности в Шотландию, я изменил свое решение о тех людях по игре. Ребята очень сильные, мы всех просмотрели, всех забрали, и реально, как бы, ребята могут показывать игру намного лучше, если есть такие индивидуально сильные люди, вот. Вот, поэтому теперь я более оптимистичный смотрю на результат этого матча с точки зрения победы Уотфорда или хотя бы ничьи с Нью-Каслом. Но Нью-Касл уже отступать некуда. Если Нью-Касл отступается здесь, я думаю, все. У них, насколько я помню, еще очень встречи с Уотфорда и есть. Да, да, есть, да. Но будет очень, скажем так, неприятно и тяжело, если Нью-Касл отступится. Вот. Ну, на данный момент, судя по тому, что Нью-Касл проиграл и не особо хорошую игру показал с Возбровичем, причем показал, мне кажется, ее он больше из-за выбора состава и из-за немножко неправильной ротации игроков во время матча. Но это мое мнение, я просто следил за этой игрой, смотрел ее всю. Вот. Я думаю, ребята просто выпустили лучше костяк, но не знали, как их использовать и на каких позициях, и кто на данный момент как готов играть. Вот. Если все попадет в такт у Нью-Касла, то он на бумаге, и Нью-Касл будет посильнее. Вот. Но если Уотфорд сконцентрируется на втором тайме, как они обычно этого никогда не делают, они концентрируются только на первый тайм, второй тайм они уже доигрывают. Вот если они немножко пыл свой утихомерят и не побегут сломя голову с самого начала, а распределят силы на весь матч, то у Уотфорда есть реальный шанс зацепиться за очки. Я думаю, по турниру таблицы это нужно. Им нужно бороться за четвертое и железно оставлять за собой пятое. Поэтому на данный момент я бы, наверное, 60 на 50 все-таки в пользу Нью-Касла. 60 на 40. Ой, да, 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 60 на 40. 10 процентов, да, их докинул. Это нормально. Вот, да, 60 на 40 на Нью-Касл. Ну вот, но хочу первым делом увидеть просто хороший, красивый футбол. Вот, а там как получится. Леша? Ну, по этой игре с Денисом я сразу считаю, что Нью-Касл фаворит. Ему после череды неудачных матчей нужно обязательно выигрывать. Правильно там и был хэп, он уже обогнал в таблице, несмотря на игру в запасе. Ну, уже отступать некуда на самом деле. Поражение очень сильно надломит команду, мне кажется. Но здесь я бы хотел добавить, что очень сильно будет зависеть вообще эта игра от Семенова из Ботфорда. Он приехал, он провел колоссальный матч против Германии. Да, очень сильно. Да, очень сильно, и если вот он приедет на эту игру, он будет играть, если в него пойдет, ему кажется, будет очень тяжело. Это человек, который один может решить исход игры. Плюс, извиняюсь, что есть еще, да, есть еще игроки, которые могут ему помочь и не испортят картины. Есть Дима Сурбатов в центре, очень умный, грамотный игрок. Да, нельзя забывать об этих игроках. Вот, думаю, все будет все-таки зависеть от Семенова. Плюс Михайлов Макс, Миша, да, он, не знаю, здесь или не здесь, но пару недель назад он был здесь. Я надеюсь, что он тоже на этой игре будет. И Стеф, наверное, залечит свою травму. И вратарь поймает игру свою. Ну, должно быть интересно, очень хочется. Все-таки, Ахлеша, прогноз? Я все-таки думаю, тоже 60 на сон в пользу Нью-Касла. Ну, интересный матч в любом случае. Очень, очень интересный. Очень, да, интересно, я согласен. И по поводу проблем Нью-Касла, да, вот как ты сказал в Лиге Европы, я с тобой согласен. Мне тоже кажется, что это не то, что проблемы, ошибки какие-то, да, а в том плане, что когда у тебя есть огромный выбор игроков, очень сложно решить, кого и как использовать все-таки. Ну, это правда. В этом плане гораздо лучше, когда у тебя там приезжает 10 человек, и ты понимаешь, что вот этот вот здесь все железно. По поводу этой игры, наверное, Нью-Касл все-таки фаворит, да. Но при этом Уотфорд в данном составе, да, если вот приедут все те люди, о которых мы говорим, в данной ситуации, в данное время, вполне может навязать борьбу и вполне может даже выиграть. Ну, конечно, как по мне, все-таки больше зависит от Нью-Касла. Ну, наверное, от настроя. От настроя, да, именно от настроя. Посмотрим. Я, наверное, останусь все-таки без прогноза. Честно, не представляю, на кого стоить в таком матче. Вот. Но в любом случае я посмотреть на эту игру хочу, и если у меня получится, я туда выберусь. Поехали дальше. Кардив против Ливерпуля. Вам слово. На самом деле тоже очень интересный матч. Хотелось бы посмотреть, как Кардив отреагирует после поражения, поскольку у меня было первое поражение за долгое время, как я понимаю. Текстом сказать, как Кардив на это отреагирует. Посыпется ли команда, либо наоборот, она еще больше заведется и продолжит показывать хорошие результаты. Ну, и Ливерпуль тоже очень интересен. В большей степени как раз из Сизова. Опять же повторюсь, за сбором в Шотландии он тоже очень сильно не то чтобы удивил, порадовал. Великолепный выход, первый, да, на замену у него был. Да, там даже дело не выходит. Ну, мы еще и в двух товарищах его видели. Общая картина о нем сложилась, то, что человек, как бы правильно сказать, не то что умеет играть, он понимает футбол. Он понимает футбол, он все делает правильно. И я скажу честно, мне с ним очень комфортно на поле находилось. Вот. И хотелось бы конкретно на него в этой игре посмотреть, как он будет тащить с собой Ливерпуль. Хватит ли у него вот этого запала, хватит ли эмоций. После сборной Шотландии все-таки там матч был очень эмоциональный. И он там сыграл, конечно, немного времени, но ему с тем защитником сборной Германии очень много сил потребовалось. Там хороший был защитник такой с борьбой. Вот. Ну, в принципе, все. По моему мнению. Ну, я все-таки поставлю в этой игре на кардив. Мне уже слишком их середина поля нравится. Очень хорошее. Три человека не выпадают там вообще. Они индивидуально неплохие, борются. И, в принципе, от них все и зависит. Ну, и плюс взрывной нападающий у них там, эмоциональный такой. Ну, что ты можешь придумать? А Денис? Ну, я сразу говорю, что я не буду ставить железно на кардив. Хотя, наверное, может быть и нужно. Но я просто Ливерпуль видел в некоторых играх, когда Ливерпуль способен был отнять очки и у нас в том числе. И мы показывали хороших футболов, допустим, в игре с ними. Да, мы победили 6-3. Но я видел заряженность ребят, видел отдачу. Как они этого хотели. Я подумал, как эта команда вообще на это место занимает. Они должны быть намного выше. Плюс Дима Сизов, да, я тоже соглашусь. Я его увидел... Я выделил его еще давно, но... Да, но когда я его видел в товарищеских играх и в официальной игре Шотландии на чемпионате мира против Германии, реально, если у тебя уровень партнеров повыше, все-таки в Шотландии уровень выше партнеров, чем Ливерпуля. И совсем в другую игру играет и Дима. Поэтому, если его нормально нагрузят и у него пойдет, то Кардив штучки 4 может вытащить только от него. Но Кардив, да, я бы отметил центр поля. И правого защитника Даню человек мало ошибается. Он не как-то там очень круто созидает, но это для защитника уже второстепенное дело. Но он не ошибается. Поэтому, если Ливерпуль даст то, что я хочу увидеть в этой игре, то я бы 50 на 50 поставил бы, наверное, ничью или около того. Железно на Кардив я ставить не буду, хотя, наверное, еще раз повторюсь, можно было бы. Ну, я соглашусь, что железно я на кого-то из этой пары, не именно на Кардив, а на кого-то из этих двоих, я бы не поставил. И совершенно правильно, мне кажется, ты сказал про Сидова. Парень действительно играет совершенно по-другому, когда у него игроки рядом с ним, да, более опытные, более мастеровитые. И на самом деле это видно, потому что вот на матче, например, чемпионата мира, видно было, что ему доставляли мяч так, как ему удобно. Да. А в Ливерпуле... Он убежал за не 30 метров. Да, в Ливерпуле последние несколько матчей, там последние из того, что я видел, это был вынос на него, где ему приходится бороться, теснять. Он, конечно, это прекрасно умеет делать, но так ему гораздо сложнее играть. Теряет силу и уже решить... Опять же, да, теряет силу и плюс к тому, когда ты в борьбе, с таким ударом надо принимать мяч и бить, а когда ты в борьбе, гораздо сложнее это сделать. Что касается Кардива, абсолютно согласен с вами по центру поля. Вообще, в принципе, эта команда, кажется, очень хорошо организованной. И опять же, что касается Сизова, да, я думаю, что его можно будет сдержать с учетом того, какие защитники у Кардива. Железно поставить ни на кого не могу, но склоняюсь к тому, что все-таки Кардив будет посильнее, просто потому что Ливерпуль немножко лихорадит весь сезон. То хорошо, то плохо. Ну, наверное, еще сказывается, наверное, то, что команда зависит от Саши Ржакова, и ему надо постоянно приедать. Да, я согласен. Когда он пропускает игры, я присутствовал один раз точно, когда мне было его, в команде начинаются разговоры, крики, неправильные знания. Недавно такое было, в матче с Астон Виллой, по-моему, перенесли. Какой-то разлад, да, начинается. Другая игра у них. Да, и тут нужно, то есть люди сконцентрировались уже немножко на вот этом моменте негативном. Нужен человек, который их в игру вернет. Да, у Ливерпуля второго человека такого нет. Поэтому нужно Саше быть на этой игре. Я знаю, насколько я знаю, его не будет, наверное, на этой игре. Могу ошибаться, еще один довод, да, в пользу Кардифа, Ливерпуля, надо показать и самому себе, и Кардифу, и Саше, что они могут существовать полноценно и без него. Согласен. Ну что, поехали дальше. Чуть менее, наверное, интересный матч Вестхэм против Фулхэма. И вот, честно, не знаю, ты же знаком, да, с ребятами из Фулхэма. Как ты, может быть, знаешь, что у них происходит? Да, в последнее время я упустил нити и, как бы, их посыл, да, к этому чемпионату. Поначалу я знал их задачу. Их задача была как можно сильно, ну, как можно быстрее и конкретнее усилиться для того, чтобы остаться здесь, в ИПЛ, и, соответственно, уже купить там полноценно форму, там, разобраться с заявкой и так далее. Как только ребята перестали немного приезжать, стали проигрывать, и стало тяжело, и много очков потеряли с командами, которые внизу турнирной таблицы, походу вера в это пропала. Может быть, держат какие-то силы в запасе, чтобы попасть в стыки, и на стыках, может, уже хотят выиграть. Но я бы Фухаму посоветовал бы забрать максимальное количество очков в оставшиеся тур, потому что, я думаю, если они вылетят, то команда это не будет. Команда, в принципе, симпатичная. Ну, вот я с тобой соглашусь, там, насколько я помню, они идут на 13-м месте, да? Как раз на место выше, чем вылет. А может быть, даже на 14-м. Или на 14-м. И ниже них Болтон, который, теоретически, вряд ли наберет очки, конечно. Но, тем не менее, все равно надо обязательно, надо обязательно. Да, да. Я думаю, там проблема в том, что ребята, ну, как бы, сильный костяк команды, который есть, не определился пока, где ему нужно быть, если на ЛФЛ или на Фухаме. Как только эта задача станет какой-то, как бы, ясной для них, и тогда будет им легче. На данный момент они видят, что они ни рыба, ни мясо, да, грубо говоря. Поэтому у ребят, если совпадают по времени тигры, они все видят на ЛФЛ, приезжают на игру за Фухам, тот, кто может, и тот, кто может, проигрывает. Поэтому и там, и там они не добирают, и в совокупности это вливается в поражение. По этому матчу что скажешь? Ну, что сказать? Ну, я думаю, что тут, даже если Фухам привезет всех, все равно победа Вестхана. Вестхан очень классный футбол, хороший исполнитель. По-моему, сломался только Моисеев, насколько я знаю, да, это небольшая проблема, да, для Вестхана. Но там есть игроки, тем более Андрей Ческов вернулся, и стало еще все спокойнее. Так что, я думаю, тут Вестхан, даже если не покажет свою игру, то с разницей в парочку точно выиграет. Тут, как бы Фухам не себя пипотизировал, я поставил бы на Вестхан. Леш? Согласен с Денисом, у него никакого Вестхэма повыше, чем у Фухам. И там, даже если команда соберется полностью, будет очень тяжело. Я думаю, победа Вестхэма, даже уверенная победа Вестхэма. Ну, опять же, я с вами согласен, Вестхэм очевидный фаворит. И хочется только сказать Фухаму пару слов. Мне бы хотелось, чтобы они взяли пример с Кардифа. Я напомню, что Кардиф когда к нам пришел, насколько я помню, первый же матч у них был с Уотфордом, это было 13-3 раз-дром. Потом они на них еще парочку в топовых матчах было. Поэтому, в принципе, тут можно подтянуться, да, главное желание. Ну и опять же, у нас интереснее, чем Уотфорд, ребята. Оставайтесь тут. Да, но мы тоже нужны для этого общества, поэтому надо пробовать, потому что здесь можно играть друзьями, знакомыми, выбирать какие-то команды, тем более, если люди предпочитают определенные имена в английском футболе. Поэтому, да, совет на будущее, ребята, любите футбол, пытайтесь и там, и там успевать, и от этого всем будет лучше. Согласен. Ну что, поехали дальше. Интересный матч нас ждет между Манчестер и Юнайтед и Арсеналом. Ребят, пару слов от вас. Давай, Олег, ты начни. Ну, по нашей команде я могу сказать, хотел бы, чтобы мы собрались хотя бы процентов 85, да, оптимального состава. Ну, вроде уже собираемся, насколько я знаю. Ну, насколько ты знаешь, просто у нас по серии было тяжеловато с этим. Да. Да, и там одна игра тяжелая на кубок, например, с Останвилой, причем с Тоттлхэм, игра была тоже очень тяжелая, там нам не хватало пара игроков ведущих, и с Тимжгардевым не хватало тоже, обойму чуть-чуть, хотя уже было более-менее оптимально. Просто хотелось, чтобы люди в нашей команде много подписанных относились к играм, и приезжали все-таки. Особенно, когда сказали, что уже приедут. В конце сезона это общая проблема, на самом деле. Ну, вообще, как бы, нет. Ну, в конце или в конце, просто мы все очень тесно общаемся, достаточно близко, я думаю, ребята всегда могут... У нас есть такой конец, начало, у нас есть игра, и по определенным причинам. Ну, в принципе, все в основном рядом живем, в основном. В принципе, все очень честно общаемся, и там нету проблем, там, перед игрой, например, позвониться, сказать, там, меня не будет. Даже если ты отметился, позвониться, сказать, там, не успеваешь, что-то изменилось, как с некоторыми ребятами, там, на Кубке у нас получилось. Вот. Помоги сюда сказать, ничего толком не могу, поскольку я их вообще не видел. Ну, ожидаю хорошие игры. Главное, чтобы они тоже собрались. Всегда приятнее играть с командой, которая привозит оптимальный состав, чем, да. И хотел бы хорошие игры. Денис, а ты Манчестер давно видел? Да, наверное, пару недель назад, может быть, месяц назад. Видел, да. Я просто почему спрашиваю, потому что с момента, вот, с того момента, как у них ушел... Шейхет? Шейхет, да. Я, честно, ни разу не попал на их матч. Ну, там пришел... Что-то правильно подводит. Кто пришел вместо Шейхета, выбил. Может, ты имеешь в виду Никиту Горшкову? Да, Никиту Горшкову. Сейчас даже стыдно стало, что не вспомнил Никиту Горшкову. Да, Никиту, прости, бывает. Вот, поэтому команда, хоть и потеряла, но не сильно. Потому что Никита, это игрок достойный, верный команде. Но все-таки, насколько я помню, там, Никита, это все-таки больше центр. Ну, конечно, да. Это не игрок, который завершает, но там разыгрался не так давно, если не ошибаюсь, Качиев. Качиев, да. Да, фамилия нападающего. Он там в 9 попадает слету. Но он тоже очень хорошо. И обводит там, да, в уголочек. Он заряженный, настроенный. Ему это интересно, по кайфу. Тем более руки развязались. Сегодня, так понимаю, Лев ушел. Да, и он основной, он забивной, ударный. Вот. Будете опасаться, да? Ну, конечно, если человек настроен, всегда любого, даже малообученного парня, стоит опасаться. Тем более у тебя защита... Всех, всех. Да, тема защита у тебя не... Ну, всегда пропускает. На ноль редко очень играет. Поэтому Ноэ Бью хорошая, дисциплинированная, не жесткая, в принципе, да, неприятная команда. Первый матч в первом круге получился очень спокойный, добрый такой, с результатом, наверное, который устроил всех и нас. Вот. Поэтому хочется, чтобы все прошло, да, спокойно, культурно, в хорошей атмосфере. Вот. Ну, желательно, конечно, с победы, да, для нас. Вот. Надеюсь, мы почти все соберемся. Но все уже не получается. Но, думаю, состав позволит нам играть достойный футбол. Ну, и пусть может быть... Очень хорошо, если матч получится, даже, может быть, где-то близок к центральному. Ну, я поставлю в этом матче, я поставлю на Арсенал, на вас, но с одним условием. Я надеюсь, вы не обидитесь, конечно, меня за то, что я сейчас скажу. Я очень хорошо знаю и много раз видел, как Арсенал умеет не использовать свои возможности. То есть, даже когда игра идет и вроде бы все складывается прекрасно, команда может упустить момент, выпустить инициативу из рук, и тут уже несется соперник. Это даже не один момент, можно сказать, несколько моментов. Да, да. Очень ярко у нас стоит игра с Астенвиллой, по-моему, когда много-много было. Цирк был... Ну, в общем, суть в чем. Если не будет недонастроя, если будет собранность у команды, то я практически уверен, что Арсенал здесь должен побеждать. Если будет какая-то расхлябанность, хотя бы немножко, я думаю, что Манчестер этим воспользуется и вам будет очень сложно. Вполне возможно, да, не исключено. Нам тоже нужно удержать четвертое лига чемпионское место. Разрыв четыре очка в плюсе от Уотфорда. У нас не осталось каких-то топовых игр, но и они нелегкие. Поэтому нужно тоже, как бы, этот момент иметь в виду и набирать максимум очков. В прямом случае настраиваться, выходить и играть. Да, еще ничего для нас, например, не понятно. Мы играем так, как и играли раньше. С тем же настроем, получается или нет, там уже по ситуации. Так что будем, приедем за победой, а там как будет. Ну, посмотрим. Богат у нас тур, интересный матч будет. Переходим к следующей игре. У нас будет играть Нью-Брайтон против Манчестер-Сити. И, насколько я понимаю, Манчестер-Сити все-таки подсобрался, да? После провала, да? Последние туры, да, было видно. Я как-то один раз подумал, что после матча с Кардиффом, что Сити не выйдет на следующий тур. Ну, прям так все печально было. Но потом я смотрю, пару туров преображения какое-то. Причем пару раз Сити играла после нас, и начало матча можно было застать. И там был футбол, там не было какого-то непонятного гей-беги, хаотичного движения. Там ребята играли. И я думаю, что они и сыграют. Им нужно остаться. Ну, даже по кусочкам обзора, который Саша делал, Барзунов остановился на части Сити, я там смотрел, что до какого-то момента счет был примерно равный. Да, он все равно показывал. Играли, в принципе, наравне, но потом, я не знаю, может, сил не хватило просто банально, да? Там ничего не хватило, многого не хватило, скажем так, в своей крупности. Мне кажется, класса просто не хватило. Когда тебя подводят люди и не приезжают, и ты на них надеешься, и ты выходишь на игру с обидой на определенных людей, причем они тебе еще более-менее близкие люди, тогда уже другой футбол. Я согласен. Поэтому те, кто смогут справиться с этим и мастерство, если есть какое-то исполнительское, тогда можно играть. Если ребята не топовые и такое творится, ну, тут уже любые посыпались. В любом случае, лично мне очень приятно, что команда после того провала не бросила это дело, да, все-таки старается играть и выступать до конца сезона. Петя молодец, да, если бы не Петя, то, наверное, мы бы туров, наверное, 8 назад в Ман-Сити потеряли бы. Это было бы очень печально. Да, и пришлось бы искать какую-то другую команду, ну, и как бы в дальнейшем все печально было бы. Вот, поэтому молодцы, что они потихонечку из этой ямки выбираются и, надеюсь, они... Ну, ни победу не Брайтону, им уже очки не нужны. Если они хлопнут Сити, да, все удивятся, все обрадуются, все поздравят не Брайтон, но они последними уже будут в любом случае, даже если они все остальные туры выиграют, ну, скорее всего. Поэтому ни себе, ни людям не хотелось бы, чтобы было так. Нет, ну, это все-таки себе, потому что... На себе, да. Я думаю, что не Брайтону победу тоже очень важно. Ну, да, для себя... Ну, морально, да, для себя доказать, что могут, да. Ну, я думаю, Сити на эту игру будет настраиваться чуть посерьезнее, потому что здесь они обязаны брать очки, а если ты обязан брать очки и все об этом знают, то тут извини, не выходи, да, прозвои. Согласен. Леш, какие у тебя мысли? Да, я с Денисом согласен. Да, в Матчистер-Сити в не очень хорошем положении, в последнее время находился с ним, тем более с остановивами. Счет, счет слишком большой получился. Сам говоря, что там до предыдущего момента была равная игра, да, ну и Нью-Брайтон, плюс уважение к этой команде, да, у них там что-то не получается. Именно в этой игре Сити нужно собраться и выиграть. Ну, показать единую команду, чтобы это на будущее стало толчком для каких-то более уверенных побед с другими, более классной командой. Ну, вот и все, думаю. Ну, соглашусь, я тоже поставлю на Сити. Единственное, что скажу, что раз уж Нью-Брайтон так разобивался в последнее время. Я надеюсь, что там будет такая тоже интересная игра. Просто не будет, я так скажу. Любая-то удивляет в последних эвертонах. Согласен, приятно удивляет. Что ж, следующая игра у нас с Астанвилла против Эвертона. Такое своеобразное дерби у нас будет, да, ведь ребята из Астанвилла раньше играли вместе с Эвертоном. Я думаю, в любом случае, опять же, будет интересно, да, как у нас будет в любом случае интересно. Весь тур практически. Где Эвертон, там, ну и теперь уже и Астанвилла. Там в любом случае как-то интересно. Вот, ну, ваши мысли? Да, наверное, начну. Астанвилла очень сильно меня подкупает после нашей игры на Кубок, когда просто сумасшедший матч, мы там 4 закончили. Этот обзор 3 раза посмотрел. Ну, это просто сумасшедший матч, и не потому, что мы там прошли в игре поминать, потому что у нас приехало 8 человек, и ребята из Астанвилла это видео, они играли очень корректно. То есть они приехали играть в футбол. Они могли бы совершенно спокойно там, в одном-втором моменте пойти жестковато, там у нас там у игрока у одного болело колено, то есть там могли бы пойти бы, сломать его, и мы бы играли матч с 7-ом, и мы бы вылетели из Кубка. Но там очень взрослые, взрослые ребята, понимающие, они приехали играть в футбол, это самое главное, и они очень корректные. Вот это на самом деле подкупило, и они умеют играть в футбол. И даже результаты Астанвилла это доказывают. Они вышли, по-моему, единственные, кто их обыграл. И то не в основное время. Да, и поэтому об Астанвилле только хорошие слова, можно сказать, и футбол она показывает очень хороший. Если в следующем году эта команда останется в таком составе, если она останется, я скажу, это одна из тех команд, которая будет бороться за высокие места. И здесь, скорее всего, поставлю Астанвиллу. Да, я этого не видел, но просто таких команд, как Астанвилла, сейчас мало. Таких хороших, организованных, корректных и обученных в футбольном плане команд. Плюс там очень сильный нападающий. Очень сильный нападающий. Вы же, по-моему, его взяли в Шотландию. Да, но у него, к сожалению, не получилось. Он заболел. Так было бы еще лучше, наверное, для Шотландии. Но не вышло. И я с ним очень хотел передать. А он на товарищеских играх был? На Англии. На Англии он присутствовал, да. И там было понятно, что все очень хорошо. Он очень сильный игрок, я согласен. Ну, прогнозы все-таки от Леши мы уже услышали? Денис? Ну, я вот под всем подписываюсь, да, что сказал Леха. Ну, очень приятная и хорошая команда. Даже так как они интервью дают настолько позитивно. Ну, спокойные, люди уверенные в себе, люди приходят играть в футбол, организуют для них просто все хорошо, и они ответят тем же и покажут еще игру, дадут результат. Ребята в прошлом туре купили себе новую форму. Я обязательно видел, да? желтая, хорошая, приятная форма. Это мне еще один плюс к ним. Мне всегда нравится, когда командочка подходит вот так. Организованно, быстро отвечает на организацию требованную. Это очень здорово, очень круто. Например, Фулхам тот же сам похвастаться этим не может. Как выясняется к 27-му туру, Болтон даже близко этому похвастаться не может. Поэтому реальный респект таким командам наконец-то у нас Останвилла понятная. Теперь она не внизу, она не вверху. Там не приезд, не приезд, нету шатания. С Останвилла все очень понятно. Приятная, хорошая команда. На самом деле очень симпатизирует. Приятно ребят увидеть, пожать руки и посмотреть, как они играют. Я поставлю здесь даже без этих слов симпатии к ним все равно Останвиллу. потому что Эвертон сейчас я думаю в стадии того, что им нужно понять, кто остался, какой футбол будет. Доигрывать они не вылетят, они не войдут в зону Еврокубков. Соответственно тяжело что-то добиться и настроиться тем более составилой. По большому счету команда никаких задач в турнирах не решает. Поэтому единственное, что они могут сделать это понять, какой состав не будет в следующем году понять, как они будут играть. Что касается Останвиллы, команда пришла не так давно, скажем, но тем не менее я с вами абсолютно согласен во всем, что вы сказали про эту команду. И, наверное, главные слова это про то, что люди приезжают играть в футбол. и получать удовольствие в этом футболе. Да, согласен. Я тут тоже поставлю на Останвиллу как раз по этим причинам, которые я озвучил. А Эвертону просто... Ну, ребят, наигрывайте состав в следующем сезоне. Надо будет бороться. Ну да. Для всей лиги это было бы интересно. Согласен. Поехали дальше. Последняя игра. Тоттенхэм против Ноттингем Форест. Опять же, даю вам слово. Мои любимцы. Кто из них? Тоттенхэм. Тоттенхэм. Конечно, да, это мои любимцы. Ну, здесь Тоттенхэм такая команда, как бы там многих ребят знаю. У них тоже зависит от сбора. То есть, если приезжает оптимальный состав, ее лидеры, это там Никита Матвеев, защитник центральный Пани, Разумейко. Если они приезжают, Тоттенхэм показывает один футбол. Если их нету, и они там приезжают какие-то не готовы, то у них будет другой футбол. То есть, Тоттенхэм еще такая команда эмоций. Если они играют с эмоциями, если они настроены, то они могут показать очень хорошую игру и у многих отнять очки или обыграть многих лидеров. Все, я думаю, будет зависеть от этого, как они настроятся на Ноттенхэм. Здесь я тоже поставлю, хотя, даже не знаю. Но это пока не ставь, я тебе скажу, что матч проходит 16-0 в воскресенье, а партизан играет со штурмом в 16-45 в воскресенье. Поэтому минус Разумейка, минус Матвеев, минус Зубрев и так далее. Поэтому могу открыть карту, что Тоттенхэм будет в очень слабом составе. Да, даже не знаю, что говорить. Поэтому Ноттенхэм автоматически включается в борьбу на полную катушку. Но Тоттенхэм может подтянуть, я знаю несколько человек из дубля, которые вполне могут помочь и основе даже. Да, я нисколько не принижаю класс остальных игроков, но все-таки если у тебя люди определенно делают погоду, то эта погода уже остается. Для Тоттенхэма как бы не в обиду было сказано, Матвеев, Зубрев и Разумейко это лидеры команды. Ну, и весь сезон, как они играли и приезжали, они реально были лидерами. Даже в перегре с нами это было видно. Разумейко там на муке гола забил и Матвеев действовал достаточно уверенно в обороне. Без них будет очень тяжело. без них будет тяжело. Мы видели, как играет Тоттенхэм без своих лидеров в 80% случаев они проигрывали и состав не оптимален. Да, мне кажется, команда все равно будет биться, все равно будет втыкаться, стараться. У нас там такой настрой, такая команда на этом построена на борьбе. И это даже хорошо, наверное, но без лидеров тяжело. Очень тяжело. Ну, а про нотингем что скажете? Команда тоже может выдать хороший матч, а может провалить. Ну, все знали все-таки зависимости отбора. Тоже как соберутся. Про команду Ромы я могу сказать так, что как-то мне Эрвин говорил, что есть там определенные люди, которые если приедут, сделают результаты и нашумят. Если я все увидел, ничего не пропустил, походу не приехали и не нашумели. Поэтому не доехали. Видел я одну игру, мне удалось посмотреть одну игру старой Астон-Виллы с Нотингемом, когда походу кто-то доехал. И там такие мячи залетали и игра была серьезная. Я даже остался посмотрел, думаю, ничего себе Нотингем, как у нас играет. Вот. Ну, потом я что-то не увидел этого. Команда неплохая, я видел. Мне очень понравилась игра в Кубке, когда они по пенальти в одной восьмой прошли или в одной шестнадцатой. С Норвичем? Да, с Норвичем была хорошая игра. Вот я на них взглянул еще чуть глубже. Команда умеет играть в футбол, команда, я бы не назвал ее аутсайдером, но и назвал бы твердым середняком. Что-то где-то между этим делом. Я не буду ставить ни на кого здесь вообще самый темный матч для меня. Я в темном матче рискну поставить на ничью. Учитывая проблемы Тоттенхэма и возможные геночники, ну посмотрим, мало ли это совпадет. Но так, конечно, крайне сложно. Даже не представляю. Обычный для нашей передачи вопрос. Понятно, что центральный матч у нас в Ньюкасл и Лотфорд будет самый неожиданный результат. Какой будет в этом туре? То есть ты предлагаешь предсказать? Ну да. В каком матче из этих может случиться сенсация? Ну, сенсация ты имеешь в виду то, что аутсайдер на бумаге побьет фаворита? Ну да. Неожиданный, ну, лично для вас может быть неожиданный результат. Понятно, что там не скажешь, что Болтон обыграет в Уверхэм. Такое на данный момент это маловероятно. конечно, можно, можно ляпнуть пополнить, а там как будет. Ну, да, язык пока не выращивается. Ну, я, наверное, опять же оттолкнусь сенсационального матча. Если Уотфорд обыграет Ньюкасл, будет неожиданно для всех, как бы кто он не ставил на Уотфорд, все равно в глубине души, все все равно скажут, ну, хорошая команда, но Ньюкасл на данный момент должен быть. Не будем брать либо Европы, не будем брать еще какие-то моменты тактические, там, но на бумаге, бумага она такая, как бы, да, вот на Ньюкасл на данный момент как бы в линии букмекерской будет на первом месте. Если Уотфорд обыграет, лишний раз даже мне докажут, что это коллектив. Поэтому я вот, наверное, если бы в этом матче была бы сенсация, то, наверное, него бы поставил. Леш, согласишься? И второй матч, извиняюсь, и второй это Ливерпуль-Кадев. Вот, если выиграет Ливерпуль, вот эти два матча для меня будут особо интересно. И Ливерпуль то же самое сделает, вот что я говорил про Уотфорд, то же самое мне интересно будет с Ливерпулем. Ну, для меня, наверное, я немного по другому мыслю, потому что в более-менее равных играх может все, что угодно произойти. То есть, для меня не будет определенного удивления, если там Ливерпуль обыграет хорошая команда. Я не удивлюсь, если, допустим, Ливерпуль обыграет Кардев, тоже не удивлюсь. Это как бы все может произойти. Там в одной игре все, что угодно, потому что это примерно одинаковый уровень команд. Но для меня будет удивлением, если я эту обыграть остановил. Вот это для меня будет удивлением. Даже интересный выбор, согласен. Ливерпуль отдаст очки или Фуллхам неожиданно подъедет и разнесет Вест. Ну, это такое рассчитывать. Это из-за зряда фантастики. Но это ближе к делу, чем Ливерпуль. Конечно, намного ближе к делу. Но все же 1 к 100. Не в обиду Фуллхаму, но это очень тяжело. Я его там остановил. Вот я возьму этот матч. Думаю, здесь будет неожиданно, если он все-таки заберет. Три очка. Ну, посмотрим, как сложится. По крайней мере, будет интересно посмотреть, что вышло. Ребят, как вы знаете, у нас тут вопросики вам задавали. Сумасонские вопросы. Да. Ну, первый вопрос тут собрал прям много лайков. На него я уже пытался отвечать. Денис, вопрос тебе от Виталия Кузнецова. Вопрос умения играть в подкатах головой. Это от природы или все-таки приходится через тренировки? Да, Виталий очень любит мои игровые моменты. Он вообще очень любит нашу команду. Да, очень любит нашу команду. У него, к сожалению, а может быть и к счастью, не получается часто приезжать играть за нас. Скорее, к счастью. Вот, ну, да, на вопрос Виталия я отвечу так, что, ну, это природа, это природные данные. Это нужно чувствовать, уметь хорошо владеть своим телом. Виталий, Виталий, тебе не натренировать, это видео поучительное, как нужно грамотно, четко играть в отборе. Ну, там просто не вышло, это, ну, как бы, плохой дубль. Бывали и дни получше, там, и виски поменьше было на этом, и, вот, ну, в целом, как-то так. Следующий вопрос, Денис, как раз на тему виски. Некоего Олега Цепляева, некого, не знаю, такой, честно говоря. Вопрос такой, Денис, назови мне топ-5 людей из лиги, с кем бы ты выпил? С кем еще я не пил, или, я повторил, с кем бы ты выпил, да. Ну, если не брать людей из арсенала, да, их, ну, нет, это не топ-5 будет, это топ-25 будет. Их не надо брать, то это, наверное, это, наверное, Коля Гордеев, Эрвин Умеров, Александр Борзунов. Их, наверное, не убрать из этого топ-5. Ну, и даже, я не знаю, кого еще двоих. Ну, еще двое, наверное, это, ну, можно много, на самом деле, кого перечислять, но я бы выбрал бы Женю, Логину, нет, напомню, Женя Романова, фамилия Женя, из Логины, нападающего, все забываю, Женя Романова, наверное, ну, и пусть будет Мора, пусть будет. Пусть будет. Ну, там список, на самом деле, где-то из 15, по-хорошему, должен быть. Ну, топ-5, это он промокил, да. Да. Значит, два вопроса от Александра Полищенко. Первый вопрос с Лёшей, вот, честно, я не знаю, в чём тут смысл, я думаю, вы сами поймёте. Мы понимаем, в чём тут. Да, один плюс один для вас это акция или способ заработать на акции? Для меня, для меня это акция, с помощью которой потом я заработаю на акции, отвечу ему, как он. И тревата. Ну, и, собственно, вопрос Денису, Денис, а сколько нужно, меня, кстати, тоже интересует, сколько нужно выпить, чтобы играть, как Юрьев. Нужно выпить столько, сколько выпивает Миша Сафонов перед игрой в перекладину с Эрвином. Ох, ох, ох. Вопрос, на который ответит потом Миша. У меня слишком сложно. Тогда он может играть как Юрьев даже лучше. Из наших вопросов появляются ещё очень много вопросов. Михаил Сафонов задаёт вам вопрос, как вам судейство в Англии, ребят? Ну, Миша хочет нарваться походу на комплимент. Я бы сказал чуть по-другому. Михаил, смотря в камеру, спасибо за поток «Угресс Германии». Ну, а сколько с вами судейство? Да нормально. Ведь судейство оно везде одинаковое. Люди судят не то, что как-то плохо, но они обычно судят помогом играть человеческий фактор. То есть даже мы с Мишей обсуждали момент в «Угресс Германии», чисто по динамике вот в том моменте пенальти был и он сам говорит «Да, по динамике был, но я сейчас смотрю видео и по видео, по фото непонятно». То есть нормально судей судят, нормально. Где-то мы, игроки, сами виноваты, через что эмоционально смотрят. эмоции. Но там судьи нормально судят. Ну, попытаюсь ответить Миша на этот вопрос. Я до этого Мишу хвалил и считал его лучшим арбитром в Англии. Это сейчас комплимент будет, да? обещанный. А после игры сгонки? Нет, я его таким и считаю. Пусть какие-то были там недовольные мои моменты в игре с Германией, но как в итоге выяснилось, что там в принципе все нормально. просто мы хотим этого прежде всего как игроки, как капитана, тренера и так далее, болельщики. Да, он пытается холодной головой на это смотреть. Я думаю, лучше бы из тех, кого я знаю в Англии никто бы не отсудил. Миша не идеален, но он хорош. Поэтому все хорошо, пусть продолжает и я буду так же говорить. Миша, это был комплимент, явно. Муран Давудов, которого мы недавно вспоминали, задает вам каверный вопрос, а когда же Арсенал возьмет чемпионат Англии? Это он, наверное, хотел второй вопрос еще в кавычках, тогда перейду я туда. Да, я перекажу его в чемпионство, но я говорю, правда, может он появлен, Арсенал спасет, который вчера не очень хорошо не чемпион, уставил, может поеду, там. Отмучился. Возможно, да, возможно, и про... Я скажу так, что взять чемпионство очень тяжело, даже с нашим составом это возможно, но с нашим подходом, настроем и с определенными людьми это становится сделать тяжелее. плюс чем выше уровень игроков, тем больше задействованность их в других командах. Поэтому задача моя была изначально на сезон попасть в Еврокубки, она уже выполнена на 100%, то есть в какие-то Еврокубки мы уже попадаем. Если мы все-таки займем то место четвертое, которое мы сейчас занимаем, то это будет попадание в Лигу Чемпионов, значит, задача была перевыполнена. Соответственно, посмотрим, как будет в следующем сезоне, если мы сохраним костяк и может быть даже усилимся, то в следующем году, и я останусь также капитаном, тогда будет соответственно задача, я думаю, что чемпионства. Ну, как минимум тройка. А там как пойдет. Интересно, интересно. Ну и... Да я, подожди, еще не ответить на этот вопрос. Давай, конечно, конечно. Отвечу меня, не Сережа, чем Дениса и подойду, так сказать, шутя. Арсенал станет чемпионом бывает, когда я разборю в Шотландии выиграть чемпионат мира. Вот так вот скажем. То есть, если в этом году Шотландия выигрывает чемпионат мира, в следующем, возможно, в этом. В этом уже невозможно. Возможно, а в следующем мы постараемся. В любом случае, задачи будут такие же ставиться при сохранении состава, при возможном его усилении и подходу к делу. Ну, посмотрим. В любом случае, еще одна команда, которая претендует на чемпионство, это очень хорошо. Последний вопрос от, если я не ошибаюсь, это Алексей Янхо из Ньюказова. Хотелось бы услышать мнение о вашем предыдущем клубе в КПК. Это вопрос Алексея. Я на таком уровне не играл никогда. Слава Богу, я не скажу, ты свою жизнь немного это подспас. Алексей, это очень кайферзный вопрос, самый кайферзный, который был дан мне сегодня. Хорошая команда. Просто хорошая команда. На этом я. Достойный ответ. Не буду ничего придумывать, просто избрать его сфера. У меня от себя еще пару вопросов к вам, ребят, касательно, на самом деле, сборной Шотландии. Во-первых, вопрос такой достаточно общий. Для тебя что такое быть капитаном, помощником, вместе с Сашей Аржаковым рулить? И для Леши что такое попасть в сборную? Какие-то эмоции это вызывает или как обычные стандартные игры? Ну, честно говоря, такой опыт у меня впервые, где я должен как-то что-то делать, за кого-то отвечать, кто не играет в моей команде и где не играю я сам. Да, главное, Саша вопросов нет, но мы приложили, я думаю, максимум того, что могли приложить для Шотландии и состав, который получился, и отношения, и подход, и организации товарищеских игр, и всего остального прошел очень хорошо. Я реально не думал, что будет что-то примерно даже такое. Мне кажется, все получилось очень достойно. Не знаю, ожидал кто-то от нас такого или нет, что мы соберем костяк, что будет все грамотно, хорошо, и организация игр, и людей, даже Семенов, Влад, приезжает и играет, и отдается. Вот. Спасибо и Саше, и людям, которые играют в Шотландии, которые борются. Вот. Задачи минимум, я считаю, уже сделано. Если бы мы вылетели бы в 1-4 от Германии, то я бы, наверное, не взялся больше за это дело. Да, оно, ну, как бы, вот этот результат меня сподвигло, то, что значит, мы с Сашей что-то сделаем это не зря. Это непростая задача. Да, это тем более Германия считалась фаворитом. На самом деле, много про нее говорили, что она играющая, и так далее. Много комплиментов было сказано, что мы реально будем мучиться. Но мы показали в первом тайме, что мы можем еще увереннее обыгрывать их, как мы обыграли 5-4. Могло быть все еще даже сильнее с нашей стороны. Поэтому я очень рад тому, что я являюсь помощником тренера Шотландии. И то, что этот проект организовался, и мы в нем принимаем участие, и мои игроки непосредственно тоже там находятся и отдаются так же сборной, как и отдаются в клубе. Ну, Леш, тебе с точки зрения игрока? Ну, я думаю, для любого, как приятно, когда его вызывают в сборную. Это же там собраны лучшие игроки чемпионата. То есть ты на виду, тебя ценят. Конечно, если бы мне было бы все равно, я бы, наверное, не ездил, а я приехал в товарищскую игру себя показать, чтобы в дальнейшем меня взяли. Я, честно скажу, я ни разу не пожалел, потому что придя в раздевалку на игру чемпионата мира и вообще пообщаясь с ребятами, поучаствовав в игре, в обсуждении после матча, я видел то, что у нас очень хорошие эффективы. Все ребята очень хорошие. еще раз повторюсь, я ни разу не пожалел, то, что приехал в товарищскую игру и сыграл. Всегда было интересно атмосфера в сборной и атмосфера в своей личной команде две разные вещи, да, наверное? Ну, абсолютно. Ну, может быть... Ну, абсолютно, честно говоря, разные, но вот именно Арсенал и сборная Шотландии на самом деле очень похожи. Ну, похоже. Очень, очень похожи и там, и там проблем минимум с атмосферой. То есть и все друга поддерживают, и все шутят, улыбаются, все друга подкалывают, ну, понятно, там... В хорошем смысле, конечно. Но не мешает. Да, не мешает. В хорошем смысле, да. Вот именно Арсенал в Шотландии в этом плане похоже. Как в других командах, не знаю. Я чисто от Арсенала. Ну, и приятно, что удалось как бы многих людей просмотреть. Как бы спасибо большое на самом деле тем, кто приезжал на товарищские игры и не попал в сборную. Этим людям тоже отдельное спасибо, нужно сказать. Вызваны были бы еще многие люди, но просто они бы не вышли на поле, но нету времени и нету таких задач. То есть нужно было максимально скомпоновать вот это количество людей, любая чтобы замена была как минимум или равноценной или усилением. Поэтому были хорошие ребята, которых можно было пригласить. Они тоже достойны, но на данный момент те, кто есть, на них мы хотим построить команду и сделать результат. Как выйдет, посмотрим. Последний такой вопрос. Насколько я понимаю, попадаете в полуфинале на португальцев? Да, уже попали. Какие-нибудь прогнозы ваши будут на матч? Ты же видел игру португальца первую, я даже играл против них. И Леша был. Но я могу так сказать, что они играют достойно. У них есть пас, у них есть определенная схема, они уверены по позициям смотрятся. Но исполнительское мастерство, класс игроков у индивидуальной личности я считаю, что все-таки собрана у нас посильнее. Может быть это на бумаге не звучало, Шотландия, непонятно, куда ее собрали, кто в Англию не попал, какие-то неудачники может быть. Это вообще совершенно другая команда. Ребята по своему настрою, по своему характеру достойны и готовы той же самой Англии утереть нос. это нравится больше всего. И про Португалию могу сказать, что ребята играют в быстрый футбол. Особенно я увидел это в матче против Испании на чемпионате мира. Они победили по пенальти, но по игре они, конечно, были немножко слабее. Испания не хватило в завершающей стадии последнего этого игрока. Но португальцы быстро комбинируют резко, четко и у них есть седьмой номер, не знаю имя, фамилия его. Парень Леша знает его, парень у них выделяется. И от него стоит ждать опасности. Тренер знает, чего ждать. Что скажет игрок? Я согласен на то, что у нас класс игроков выше, чем у Португалии, но я уже и вчера одному человеку говорил, что в отдельной взятой игре может пойти все, что угодно. Много фактов может быть. Собраться, мы обе соберемся, дай бог, но у кого-то может игра не пойти. У всей команды может не пойти. Она может пойти, но может не быть голов. За предельный настой одной команды может спокойно переграть тот же самый талант. Я под но сдержусь. Я не хочу вообще прогнозировать, все что угодно. Я просто хочу, чтобы мы как с Германией вышли, как единая команда друг за друга опять же с самодачей вышли и спокойно отрилили свой матч. А как там получится, после игры об этом поговорим. Ну да, и самый главный совет игрокам, которые будут играть за сборную, чтобы они забыли результат товарищеского матча, не с Португалией прежде всего, что они легко вели 7-0, в конце после всех замен было 7-4 все равно на одной ноге, не будет такого. Сейчас будет совершенно другая игра. Сейчас будет вообще все другое и надо играть как будто с новым соперником, которого мы никогда не видели. Во-первых, из-за того, что будет официальный матч, конечно, мы это понимаем, и плюс там все-таки пару-тройка игроков у них все-таки поменялось. Ну да. Совершенно другой матч будет. Ну что, ребят, я вам желаю удачи, как в арсенале, я обязательно приеду поболеть за вас. Приятно. Обязательно. Спасибо, что посетили меня сегодня, спасибо, что так плодотворно пообщались. Спасибо, что позвали. Увидимся на полях. У меня сегодня был дебют в общении. Дебют прошел удачно. Спасибо. Ну что, друзья, заканчиваем передачу. Всем спасибо за просмотр. Спасибо. Всем всего доброго. И без травм главное.